Проходите, дамы, сюда, вот, у нас кто береженый, да? Сейчас. Вот, ну, тоже отличие приемного отделения, во-первых, сразу уже приемного отделения можно исследование произвести и состояние ребеночка изучить. Для этого ультрасовременное оборудование, это мониторы кардиотокографии, что они исследуют? Они изучают состояние сердцебиения плода, и тем самым, записав определенное время, мы можем оценить, как себя ребеночек внутри трубы мамы чувствует. Второй уровень, второй аппарат, это ультрозаковое оборудование, тоже современное, мендреевское оборудование, дает возможность понять, разобраться с ситуацией, потому что и во время беременности, и гинекологические какие-то особенности, бывает, женщины поступают и в экстренном состоянии, да? Поэтому, как только мы поступили в приемное отделение, оказывается непосредственно профессиональная помощь. На встречу с Ириной Солдатовой пригласили будущих мамочек. Они вместе посмотрели, какие этапы придется пройти. Все женщины приняли твердое решение рожать малышей в Раменском центре материнства и детства. Где-то вот с каждой беременной, а их у нас почти 2000 проходит, я стараюсь практически с каждой беременной поговорить вот где-то, когда их отпускают в декрет, 30 недель. И у меня такой есть вопрос, который я и в старой консультации всегда задавала вопрос, где вы планируете рожать? Вот у меня такой вопрос был. И я вам хочу сказать, что последние два месяца я на 99%, 99% я слышу ответ. Конечно, дома в Раменском. На самом деле здесь вот индивидуальный как бы должен быть подход, кто как вот хочет. Как будто на самом деле удобнее вдвоем. А по какому принципу расселяют, скажем так? Не, ну вы когда поступаете, вы скажите, я вот при поступлении под соседицей, да? Не, надо просто сказать, что, например, когда вы будете селяться, палаты достали, я скажу, что я предпочитаю, например, двухместную палату, да, там, а я бы хотела бы одноместную, вот и все. То есть высказать свое пожелание, потому что есть наличие как одноместное, так и двуместное. И все это абсолютно бесплатно, да? Для Ирины Солдатове главное было убедиться в сплоченности коллектива и посмотреть работу Центра материнства и детства в действии. Могу сказать, что уже видно рабочая такая сплоченная команда. В любых стенах главное это врачи. Это врачи, это наши медицинские акушерки, сестры, это наш медицинский персонал. И сегодня следует отметить, что команда сформирована, высоко профессионально, помощь оказывается на должном уровне. И то, что все ждут долгожданных наших пациентов, да, и беременных женщин, и детишек, мы готовы лечить, оказывать помощь, говорит о том, что мы получили современный высококвалифицированный персонал. Мы получили суперстены, у нас супердизайн, у нас хорошее оборудование. Будущие мамы посмотрели работу практически всех отделений Центра материнства и детства. А более подробно мы расскажем вам об этом в следующих выпусках программы «Городские вести».